Но прежде чем начать, давайте, пожалуйста, поговорим очень о важном моменте. Чуваки, около 73% людей смотрят мой канал без подписки. Я не понимаю, как это вообще может уложиться у меня в голове. Если вы смотрите уж мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь. Это сделать несложно. Подписка бесплатная. Абсолютно всё круто. И если вы это сделаете, то, я говорю, конкурс будет быстрее продлеваться. Напоминаю, что, чтобы выиграть 5000 рублей, нужно поставить лайк под этим роликом, подписаться на канал, написать любой комментарий, и розыгрыш будет проведётся тогда. Когда на канале стукнет цифра в 666 подписчиков. Всем здорова, народ, попали на канал Дядя Некит. И сегодня у нас, чуваки. Конечно же, сегодня у нас Евротур. Это уже третья часть. Сегодня мы будем играть за сборную Финляндии. И будет очень интересно узнать, кто куда выйдет. На данный момент мы имеем у Бельгии 5 очков. У Футбольной России 4 очка. Статистика забитых пропущенных у них по одному. Сегодня я так решил, что я сыграю сегодня и за Финляндию, и за Данью. Имеется ввиду в один день, но ролики будут разные. Опять эта футболочка, поехали. Она очень тащерская. Финляндия и Даня. Очень интересные эти два аутсайдера в серии пенальти. Сами знаете, что голы в серии пенальти сокращаются в два раза. То есть, если я забил, грубо говоря, 4 гола, то получается, я забил тогда 2. Если нечетно, то есть 3 забил, допустим, то получается, что убираем только один гол и все. Нихуя не понял. Что, чуваки, поехали в Финляндии. А сборная Финляндии, возможно, сейчас обыграет сборную Бельгии. И будет иметь большие шансы на прохождение. Здесь еще не только от очков зависит. Здесь зависит еще от статистики забитых и пропущенных голов. Так что вот. Блядь! А там мимо, фух! Я очень поздно, точнее, очень рано прыгнул. Тир 2-1 сборная Финляндии. Очень интересный аутсайдер. Специально сейчас постараюсь без нарезочки вам запилить эту серию пенальти. Просто посмотрите, как аккуратненько фамус просто от Финляндии, чуваки. Еще раз повторю, она вообще аутсайдером является. Блин, все-таки пораскатал по углам. Нам нужно забивать. Аккуратненько, аккуратненько. Оп. Блядь, что я сделал? Что я сделал, Карл? Блин. Ай, блин, как? Все, сейчас надо забивать, чуваки. Сейчас очень нужно забить. Аккуратненько, аккуратненько. Нет! Какого фига? Финляндия проиграла Бельгии. Абсолютно несправедливо, я считаю, потому что я очень-очень в конце решил повыпендриваться, пробить то в центр, то еще куда-то. И, блин, это очень реально, чуваки, обидно. Это капец как обидно. Тролю будет намного-намного короче, сразу скажу вам это. Ну все, поехали. Нам нужно здесь набирать очки. Кстати, принципиальнейший матч между Данией и Финляндией. Где как не здесь набирать очки сборной Финляндии? Ну или сборной Данией, кто там... Сука, я очень поздно прыгнул, точнее, рано, опять. Да иди-то нафиг, чувак! Я больше не буду по центру бить. Да ладно! Это просто Акинфейнф на минималках, чуваки. Чекайте. Просто в уголочек! 2-1 Финляндия! Финляндия! Сука! Ну если бы я даже прыгнул туда, я бы все равно не угадал. Пока что идет все очень ровненько, так вот аккуратненько. Да! Гол! Хереть, все-таки занестили этот мяч в ворота. Да! Блин, есть! Просто забить! Просто забить! Просто забить, хоть говорите, да, Никит? Есть! Да! Первые 3 очка в сборной Финляндии в кармане! Уху! Поехали просто! Финляндия! В Финляндии 3 очка имеют себя в Акти. И позже я посчитаю забитые и пропущенные голы. Я просто сейчас вообще сбился со счету. Последняя встреча это сборная России против сборной Финляндии. И сейчас, если финны выигрывают, то они по праву могут считать себя вышедшими из группы. Потому что они уже точно выходят. Шестью очками. Кто бы мог подумать, Финляндия выходит практически из группы. Им нужно сейчас просто сыграть хотя бы в ничью со сборной России. Но при превзойти их по забитному пропущен голам. Хотя здесь ничьи не будет, это же серия пенальти. Удар в перекладину, конечно, конечно, конечно. Просто ужасное пробитие пенальти. Никогда так не бейте. Бейте всегда либо в угол, вот как Артем Дюба, либо раскатайте. Как говорил Уэйн Руни, вы должны проснуться с мыслью о том, куда вы пробьете этот пенальти. Я проснулся с мыслью о том, куда я пробью этот пенальти. И я бью его вот сюда. Хорош! А, как? Что? Я думал, он уже все-таки его как-то переэто. Блин. Отвратительно. Да, мы тоже берем пенальти. Получите, просто распишитесь. Это сборная Финляндии, чуваки. В угол, в угол, аккуратненько. Да! Я думал, я не взял. Все, да, есть. Есть. Блин, сейчас нужно убрать. Сука. Я не взял. Так. Нужно забить и тоже взять. Это очень тяжело будет делаться. Пошло все в жопу. Пошло все в жопу. Просто вы сами все видели, я бил нормально. Это уже, извините, это ребята, эти такие хорошие суперинтеллектуалы, блин, такие. То ли, чуваки, что мы имеем, мы нихера не имеем, потому что у меня не было этого счетчика. Я не знаю, что там, как, что происходит. Мы имеем очень интересную ситуацию. Сборная Финляндии только три очка набрала. И она уже не выходит никуда. Это очень обидно и грустно, потому что я считаю, что Финляндия должна была куда-то хотя бы выходить. Хотя бы в какую-то жопу. Но Финляндия уже точно все вылетела из этого евро. Очень обидно. Теперь сборная Бельгии уже 100% выходит из группы. А сейчас самое решающее будет, когда я буду записывать про Данию. Если Дания обыгрывает каким-то образом сборную России в личных встречах, там, или как-то еще, там, ничего хотя бы сыграет. Там уже будет смотреться, либо серия пенальти играться будет, либо я не знаю что. Поэтому очень интересно, очень интригующе, очень классно, круто. Я считаю, Евротур, это надо вот было снимать, снимать, еще раз снимать. Если вам уж он заходит, как вы писали по первым роликам про сборную России, то, пожалуйста, цените этот ролик лайком. Мы имеем на данный момент очень неплохие результаты. Ну, а, конечно, сборная Финляндии не выйдет из группы. Но это, это футбол. Это футбол. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok